Дорогие друзья, рады вас приветствовать на третьем уроке субботней школы. Господь царствует. Действительно ли сегодня это происходит? Как мы можем это увидеть? Как успокоить свою душу во время смятений, воин, переживаний? Господь царствует. Посмотрим сегодня на удивительные Божьи псалмы. 92-й псалом, первый текст, наш памятный текст. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясом, потому вселенная тверда, не подвигнется. Будем молиться. Господь, обращаясь к Тебе снова, за Твоим влиянием Духа Святого, просим, руководи, когда мы сейчас будем изучать Твое Слово. Во имя Иисуса Христа, молитва наша. Аминь. Аминь. Сразу же из памятного текста вытекает вопрос. Какая же все-таки характеристика Божьего царствования представлена в этом тексте, в нашем памятном тексте? Господь царь. Господь царствует. И земля не поколеблется поэтому. Он царь над всем, Он держит все в своей руке. Ну, о чем это говорит, что Он царь? Это есть какие-то полномочия у Него, есть подданные, как бы. Ну, вот в чем Его царство? В ком Его царство? Все. Видно, что Он царь. Во-первых, Он все сотворил. Все Ему принадлежит. Обычно царей выбирают, но над тем, что уже было или оставлено Его предшественниками. Но наш царь вообще все создал. Всю вселенную. Всех небожителей. Ангелов. Своих слух. Служителей. Людей. Других небожителей. То есть Господь царствует вообще над всем. И над живым, и над неживым. Ничего бы так упорядочено, нормально не жило, не существовало, если бы Господь всем не управлял и все не поддерживал, и не давал всему направление, жизнь, порядок. Так, обращаясь к Псалмам, потому что мы изучаем книгу Псалмов, давайте прочитаем сразу несколько текстов. Псалом 49.12. Мы можем прочитать этот Псалом 49.12. Псалом 49.12. Если бы я взалкал, говорит Бог, то я не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. 23 Псалом, первый-второй текст. 23 Псалом, первый-второй текст. Псалом Давида. Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях, и на реках утвердил ее. 94 Псалом, 4-5 текст. 94.4.5. В Его руке глубины земли, вершины гор Его же, Его море, и Он создал Его, и суши образовали руки Его. Вот из этих текстов мы можем конкретно сказать, над кем царствует Господь? Да. Если мы говорим, что Он царь. Да. Написано, все, что Он создал, нас создал, потом над всеми богами, которых люди делают богами, над землей, над глубинами моря, над всем. Все живое и неживое. Есть все дышащее и даже не дышащее. Все принадлежит Богу. Получается, несмотря ни на что, все принадлежит Богу. Как бы вот вытекает, что живое и неживое, можно сказать, абсолютно все. Да, и даже то, что человек говорит, это мое. И даже когда человек говорит, я никому не принадлежу. Нет, он принадлежит Богу. И даже те, которые ушли от Бога, дьявол, они тоже принадлежат Богу и его ангелы. До поряда времени Бог дает жизнь, но он над всем создатель и царь. Придет время, каждому придется ответить и что-то делать. Ну согласитесь, очень масштабное царство, очень масштабная территория, очень масштабная, как это сказать, разносторонние подданные. Да, ну и можно сказать, что такого царства, вообще другого царства нет. Все, что мы на земле здесь называем царствами, царями. Нет похожего на земного царства. Это не царство, это так, что-то мы тут поделили, называем себя на время там или как там. И то наша жизнь ограничена, даже если от рождения до смерти. Но царь настоящий, царь истинный, по праву, это только Бог. Спасибо. Сейчас мы тоже обратимся к двум псалмам, это 8-й псалом и 99-й псалом. Вот что особенно восхищало псалмопевцев в творческой деятельности Бога? Как бы царь это царь, это уже свершившийся факт того, что он уже есть. А вот творческая сила Божья. Он взирает на все-все-все, что Бог создал, небеса, звезды, луну, на все-все-все масштабы Бога, его просто поражают. Потом он говорит, но когда я смотрю на маленького человечка, на себя, то ты так удивительно нас создал, немного умолил перед ангелами. Ну и как же ты помнишь, что есть человек, что ты помнишь, и сын человеческий, что ты презираешь на него. То есть ты такой удивительный, великий, могущественный, и в то же время мы маленькие, и ты на нас обращаешь внимание. Давайте прочитаем 8-й псалом и 4-й, 5-й текст. Когда взираю я на небеса твое, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Но это потрясающий факт, который заметил Давид. А мы можем вот этим текстом оперировать, когда смотрим на величие Божие? Я могу, как простой человек, ну может даже не сведущий в религии человек, вот сказать вот этим текстом. Да, однозначно Давида уже нет, который писал этой псалмы, а этот текст есть. Посмотри на небеса, на луну, на звезды, и посмотри на себя, Бог печется о тебе. Если ты человек живешь, если Бог дает тебе дыхание, еду, сердце твое бьется, то кто это все делает? Кто дал вообще тебе жизнь? Мы можем этот текст применять, когда мы общаемся с неверующими людьми. Допустим, мы как верующие, да, мы понимаем, мы во все это верим, и у нас как бы не возникает вообще никаких вопросов. Но Бог царь не только верующих, Бог царь всех, и неверующих людей тоже, просто они не признают Его владычество. Но Бог заботится о них, солнце согревает, кормит Бог всех, воду, дыхание, сердце, все от Бога, автономным ничего не живет, ничего само по себе не живет, не появилось и не существует. И о каждом Бог заботится, о муравье, о птичке, о животном и о человеке, и верующим, и неверующим, послушным и непослушным, о каждом Бог печется. Да, это действительно удивительный факт. Но если мы говорим о царствовании, если мы говорим о царе, то а как же давно царствует Господь? Есть ли начало Его царствования и конец Его царствования? Нет, Бог как царь, он всегда царь, потому что он... То есть начало царствования Божьего, как бы, ну, знаете, там какие-то года, есть такая там Римская империя была, или там Киевская Русь возникла в такие-то года. Вот за царство Божие можно так ограничивать во временном отрезке? Может быть, и можно, потому что Вселенная имеет начало. Но Бог всегда был владыкою. Всегда. Бог всегда был в Его сущности править, создавать. И вот когда Бог создал все, мы не знаем когда, вот тогда для тех, кого Он создал, Он стал видимым царем. То есть Вселенная когда-то появилась и увидела Бога, и признала Его как царя. 92-й псалом, 2-й текст. Давайте прочитаем. Мы сегодня будем много читать текстов, именно псалмов, потому что там... 92-й, 2-й. Престол твой утвержден Исконь, ты от века. А вот что означает слово Исконь? Такое интересное слово, может, не все наши зрители его знают? Ну, с древних-древних времен. Ну, можно так сказать, что когда-то в то время. Искония – это с тех древних-древних времен. Но от века как бы означает, ты от века, что ты всегда был. То есть время, когда началось, уже Бог был. Одно из Божьих имен сущности означает «был, есть и будет». Значит, Бог царствует столько времени, сколько мы даже посчитать не можем. Мы не представляем себе. Но в то же время начало вселенной, для вселенной, как только она родилась, она узнала, что над ней есть царь. Бог всегда был царем. Но это, как мы говорим о начале, там, давно-давно, Исконии. Ну, а как долго продлится царство Божие и владычество его? Есть конец этому царствованию? Написано, что престол твой век в века. То есть вечно будет. Поэтому, если можно посчитать бесконечность, можно посчитать конец царства Божия. Но бесконечность не имеет конца. Вечность не имеет конца. Вечность – это значит, что нет конца. Поэтому Божие царство будет стоять вечно. Ну, вообще, нашему такому уму человеческому это непостижимо. Как бы, такое царство, которое, в принципе, не имеет ни начала, не имеет ни конца. Но это и вдохновляет, и это и пугает от счастья. Да, да. И вы знаете, когда-то Науходоносор хотел узнать будущее, историю. Увидел истукан, увидел историю. Увидел камень, который оторвался, и потом вырос, все раздробил и вырос. И Данил, толкуя это, говорит, что то, что ты это увидел, это означает, что будет такое царство, которое уже не сокрушится, разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Поэтому, действительно, Божье царство, оно будет навсегда. Как хорошо, что мы сейчас можем стать подданными этого царства. Уже сейчас. Уже сейчас. Да. Но, как любое царство, как любое правление, на чем основывается вот Божье правление? Как бы, в любом царстве есть законы. Гражданские законы, там, криминальные законы, уголовные, там, социальные законы. А Божье правление на чем основывается? Есть Божий закон. И все, как бы, вот только на Божьем законе? Ну, вообще, Божий закон – это сущность Бога, это Его воля. Можно сказать, что вся Вселенная существует по природе, по воле Бога, по Его желаниям, по Его силе и могуществу. То есть, природа Божьего царства зависит от природы самого царя. И так как Бог все создал, все держит, всем управляет, то Он и дал этот закон, и основал его. Он и дает жизнь всему. То есть, наш царь не просто кем-то управляет, живет, умер человек, но он говорит, ну, все, для тебя я уже не царь. А наш Бог, Он дает жизнь, Он может воскрешать, Он может наказывать. То есть, в Божьем царстве управляет Его воля, Его характера. И закон – это проявление Божьего характера, поэтому есть закон, есть истина, но и есть любовь. Справедливость и истина, и благость Божия, и любовь, они объемлят правление в Его царстве. Поэтому можно так сказать, что так как Бог вечен, так и Его царство, Его законы вечны, Его правление вечно, незыблемо, постоянно. И оно от характера Бога, как отображает все законы, все предписания отражают Божий характер. Ну, а что обеспечивает стабильность вселенной? Стабильность Бога. Стабильность вселенной, стабильность неба, стабильность на земле. Природа Бога. Если Бог стабилен, если Бог постоянен, если Бог вечен, то и то, что Он держит, чем управляет, и оно будет вечно и стабильно. А Бог говорит, что я не изменяюсь. Бог царствует, посему земля не поколеблется. Получается, и закон неизменяем, и царство неизменяемо, потому что, в принципе, правитель и законодатель, всего этого он не изменен. Да. Вот потому Бог не мог дать никому из ангелов, когда дьявол поднял бунт, я хочу править. Как ангел временно или сотворенное существо, не дающее всему жизнь, как он может стать Богом или правителем. И все, что дьявол здесь на земле натворил, все временно, все в горе, в страданиях. А так как вселенная устроена, и будет Божье царство устроено, оно зависит от того, что Бог праведен, Бог вечен, Бог прощающий, Бог вседержитель, всему дает жизнь. Поэтому в Его царстве вот будет то, что присуще Божьему характеру. Давайте еще один текст прочитаем. Неймана 9.13. Ниеме. Ниеме, то есть, простите. Ниеме 9.13. Давайте. Вот особенность характеристики Божьего закона именно здесь, как описано. Добре, верное. То есть, вот это слово, оно меня как бы впечатлило, что многие считают, что закон и правление Божье недобрые. Они ограничивают в правах, в свободах и в чем-то другом. Но здесь такое прилагательное «добрый». Добре, благие написано есть, заповедь праведна и свята и добра. То есть, и Бог, Божий характер – это суть закона. Бог есть любовь, но Бог есть и истина. И поэтому в законе выше всего «возлюби Бога, возлюби ближнего» – любовь, но и истина. Поступай так, поступай так. Не часто встречается словосчитание «добрый закон». Да. А здесь такое приятное словосчитание. И заповедь добра. Да. Еще два текста давайте прочитаем. Сегодня много читаем, и это хорошо. Иакова 1.17 и Матфея 5.18. Два текста, которые… Поговорим о чем они. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменений и не тены перемены». И Матфея 5.18. Написано так. «Ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Вот здесь, что характеризует Бога и его закон из этих текста? «Незыблемость, вечность, ничего не придет». Получается, постоянство. Да, постоянство. И совершенство, возможно. А Виакова, что заповедь и праведна, и свята, и как бы совершенно. То есть, вот две характеристики, что это постоянно и что это совершенно. А если совершенно, то оно, в принципе, невозможно, ну, как бы не меняется, потому что это совершенство. Ну да, Виакова еще как бы о Боге пишется, что всякое даяние доброе и дар совершенный нисходит от того, который не имеет ни перемен, даже тени перемены, ни изменения. И его закон – это уже Матфея, что он вечен, не пройдет небо и земля. Поэтому раз Бог не меняется, и закон не меняется. Спасибо. Но часто Божье правление и Божий закон сопряжен с судом. Вот давайте прочитаем Псалом 95, 13 текст. Вот о чем, на чем основывается Божий суд? Перед лицом Господа идет, ибо Господь идет судить всю землю, он будет судить вселенную по правде и все народы по истине своей. Основа Божьего суда какая? Правда и истина. Других критериев, в принципе, нет. Но правление – это тоже правда и истина? Да. И суд – это тоже правда и истина? Просто что понятие самого Божьего суда в Израиле, вот нас иногда пугает правда или истина, или справедливость. Но Божья правда, она всегда с милостью идет и с желанием помочь. Поэтому даже у Давида много таких псалмов, когда он говорит, Боже, суди меня. И вот эта идея, что суд начнется с Божьего народа. И Божий народ даже просит, Господи, ты нас суди. Потому что… Лучше впасть в Божьи руки, чем в человеческие. Это сам же Давид сказал. Потому что у тебя есть милость, я к тебе взываю, у тебя есть прощение. Поэтому, да, есть правда и истина, но когда Бог эту правду и истину применяет через Спасителя Иисуса Христа, через Его праведность, которую Он нам дарит, нам нечего бояться Божьего суда. И еще Псалом 7, прочитаем с 12 по 18 текст. Псалом 7, 12, 18. Бог судья праведный, Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет, его же приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою, родил себе ложь, был рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратилась на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Вот здесь Бог судья, какой он здесь? Праведный и строго взыскивающий, если не обращается. То есть Бог просит, говорит, просит. Если не обращаешься, придется отвечать. То есть у Бога в принципе тоже есть какие-то границы, границы возможного, но не в плане того, что ограничивает его возможности как Бога, а вот именно в этом плане. Границы милости. Да, границы милости. Бог милостив, милосерд, терпелив, долго терпелив, но есть черта благодати, что Бога же я уже милость настолько отвергнута может быть, что Бог говорит, я ничего не могу сделать, чтобы спасти. Бог же не может проявить насилие, вопреки воле человека спасти. И когда человек уже уходит окончательно. Да, но насильно спасен, это не спасен. И хотела бы еще, чтобы мы прочитали текст, это Галатам 3 глава, 26 и 29 текст. Мы поговорим немного об этих текстах тоже. 3 глава, 26-29. Ибо все вы, сыны Божьи, поверя во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного. Нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Аврамова и по обетованию наследники. Что дает этот текст? Почему обетования, которые даны были Древнему Израилю, они могут быть применены к нам сегодня? Многие могут сказать, вот псалмы написаны, это же был Ветхий Завет, они переживали свои какие-то там войны, какие-то негоразды свои переживали. Что сейчас нам это дает? Господь царствует, наш урок называется. То есть, Господь всем управляет. Он создал Израиль и назвал Израиль своим народом. И давал им много-много обетований. Но пришел Иисус Христос, а Он Господь над всеми. Поэтому есть обетования, принявший Христа, принявший Сына, получает все. И то, что Израилю было дано, и даже больше. Некоторые говорят, вот как хорошо быть семенем Авраама. Им много обещано. Друзья, кто принял Христа, им еще больше обещано. Посмотрите, сколько обетований в Новом Завете. Но здесь в Галатам вообще границы, даже национальности стираются. Национальности. Статуса. Пол, статуса. Написано, но если ты Христов, когда принимаешь Христа, поверье во Христа, тебе принадлежит вообще все. Тебе не надо думать, что надо что-то выполнить, какие-то обряды. Многие говорят, ну я должен быть там еврей, мне надо сделать то, то, тот обряд, обрезание. Там Пасха есть, что-то вот такое на тот праздник или по обряду. Традиционное, культурное. Нет, нет. Если ты Христов, тебе столько благословений и обетований, что ты представить себе не можешь. Да, нужно соблюдать. Все нужно соблюдать. Если ты Христов, ты будешь жить, как Христос. Но обетования будут все тебе принадлежать. Наш урок говорит, что царствование Господне, это как бы масштабное. Но и мой же Господь может быть лично для меня царствоват. Да. Поэтому этот урок говорит, что наш Господь царствует. И как он тогда царствовал, и Давид признал его владычество, имел это и обетование, и шел к Богу, к его суду, и впадал в его руки, даже когда согрешал. И Бог говорит, три наказания. Он говорит, я хочу в твои руки впасть. Друзья, так и нам. Если мы даже что-то согрешили, но Бог царствует, пойдем к нему и скажем, Господи, я признаю свою ошибку. Его милость велика. В его царстве не будет ни одного праведника по своей праведности, а все будут фрощены. Все будут те, которые не заслуживали. Но Бог скажет, через Христа вы все это получили. Еще чем уникальное Божие царство, не только незыблемостью, вселенским масштабами, могуществом, силою, но и то, что этот Господь отдал жизнь за нас. Он отдал, он облечен в, можно так сказать, в ту границу колгофы, что он отдал жизнь. Поэтому перед ним все преклонятся. И его царство поэтому будет вечно. Чудесный урок, согласитесь. Аминь. Помолимся. Добрый Господь, благодарим Тебя за эту благодать, этого урока, за то, что мы увидели величие и могущество Твое. Мы увидели, как велико Твое могущество в жертве также за нас. Ты все создал. Но кто есть мы, что ради нас пришел Твой Сын на эту землю, чтобы пострадать, чтобы написать наши имена на пронзенных руках. Благодарим Тебя. Просим Божия, царствуй в нашей жизни. Избав нас от горды. Избав нас от того, чтобы мы признали себя царем или господином в своей жизни, или кого-то. Будь нашим самым любимым Господом, Царем и Спасителем. Восстанови, Господи, свое царство, да приедет оно во имя Христа. Аминь. Аминь. Пишите комментарии. Возможно, напишите ваши просьбы, потому что где двое-трое молятся, там и Господь. Мы будем тоже молиться с вами об этом. Подписывайтесь на наш канал и рассказывайте, какой у вас чудесный Бог. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok